МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тревожная кнопка снова нажата в эфире ОНТ. В студии Сергей Лопаницын. Здравствуйте. И сегодня покажем. Дорога в один конец. Трагический поворот. Доставка курьеров в тюрьму. На землю милиция! А также 98,5 тысяч рублей за суррогат. И кто пытался переиграть закон нечистыми руками? Партнер программы Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. От совершенства технологии к качеству продукции. В прошлую пятницу трагические новости пришли из Речицкого района. В автомобильной аварии погибли двое детей. А в субботу в Могилевском районе машина вылетела с дороги прямиком в водоем. Внутри снова ребенок. Удалось ли его спасти? Тросс М-10. Лоб в лоб столкнутся Пежо и Газель. 35-летняя женщина, водитель француза, не справится с управлением на повороте. Итог страшный. Трехлетняя девочка и 17-летний подросток. Дети женщины погибнут на месте аварии. И ее саму супруга и 12-летнюю дочь с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализируют. Если вы стали очевидцем этого ДТП, либо оно попало на ваш видео, регистратор сообщите по телефону, указанному на ваших экранах. А в Могилевском районе, возле деревни Романовичи, тоже 35-летняя водитель за рулем Тойота во время движения отвлеклась на ребенка, который сидел сзади в автокресле. Потеря контроля, левый поворот, водоем, машина ушла под воду. К счастью, в этом ДТП все остались живы. Женщина с ребенком самостоятельно выберутся из автомобиля. Обошлось без травм. Они доставляют деньги мошенникам, а их доставляют за решетку. Срок преступной деятельности курьеров составляет в среднем три дня. Конспирация не к черту, да еще и собственные работодатели, их самих милиции сливают. На землю милиция! На месте стоят. На ваших экранах сдержания нет ни рецидивиста, школьника. Мне 17 лет, я учусь в школе. Предложили просто ездить на адреса, собирать деньги. Сколько вы адресов посетили? Точно сейчас не могу сказать, но в районе 10. Сколько же заработал школьник на преступной доставке? 6 тысяч белорусских рублей. А общая сумма, собранная им со всех жертв аферистов, равняется почти 100 тысячам рублей. Сразу после задержания подросток сдал и своего 38-летнего подельника. Он тоже задержан. Задержан за мошенничество. Перевозил деньги, закидывал на счет другого банка. Жительница Борисова передаст этому посыльному 7 тысяч долларов, чтобы дочку якобы не привлекли к уголовной ответственности за ДТП. На следующий день еще одна пенсионерка отдаст ему 7 тысяч рублей. Он и не отрицает. Брал деньги у пожилых людей, взял 7 тысяч долларов, себе оставил 10%. Задержит его с поличным. 21 год местный студент-заочник объявления о подработке нашел в телеграм-канале. И снова столица. 88-летняя женщина в попытке спасти подругу от такого же фальшивого ДТП передала 42-летнему курьеру 4 тысячи долларов. Мужчина за несколько дней успел совершить преступление в отношении 8 пожилых меньчан, завладев при этом деньгами в сумме свыше 22 тысяч в иностранной валюте и более 5 тысяч рублей. На этом в карьере курьера можно поставить точку. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Только за прошлый год от ядовитого суррогата, название которому в народе сивуха и прочие производные, и который покупался из-под полы, погибли десятки людей. Алкогольные напитки без торговой марки, без соответствия стандартам качества и безопасности продуктов. И все это не останавливает тех, кто умеет считать лишь собственную выгоду. 98,5 тысяч рублей. Именно на такую сумму изымут брестские оперативники более 12 тонн контрафактного спирта. Хранился он на складе в Жабенковском районе. И принадлежал двоим предпринимателям. 29-летнему жителю Жабенки и 47-летнему брещанину. Оба – совладельцы фирмы грузоперевозок. Спирт привезли незаконно из России и планировали реализовать товар мелкими партиями. Изъятое отправлено на экспертизу. Мужчины привлечены к административной ответственности. А что насчет тех, кто не чист на руку и запускает ее не только в ваш карман, но и ворует ваши вещи? Закон и для таких игроков криминального поля не преклонен. В одном из витебских магазинов женщина оставит в камере хранения рюкзак. Внутри личные вещи – 220 рублей и уйдет за покупками. Когда вернется, ячейка будет пуста. Но камеры видеонаблюдения помнят все и вора тоже. 57-летнего мужчину, рабочего одного из предприятий города, задержит по горячим следам. Ячейку он вскрыл методом подбора ключей. Следующий ущерб побольше – целых 6 тысяч рублей. В Минском районе женщина решит продать стулья в интернете. Покупатель найдется слишком просто. Простой окажется и схема кражи. Фишинговая ссылка, личные данные, денег нет. Мошенниками окажутся вот эти двое. В одном из торговых центров они как раз и обналичат краденое в банкомате. Задержаны. Обоим грозит уголовный срок. Партнер программы – Мозырский нефтеперерабатывающий завод. От совершенства технологии к качеству продукции. Это все на сегодня. Ежедневно тревожная кнопка рассказывает хронику в нашем телеграм-канале. Эфирный обзор ждет вас утром, по вторникам и четвергам. Мы подводим итоги по пятницам на ОНТ. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин